МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Последние четыре года стали периодом полного переформатирования отношений между Узбекистаном и Федеративной Республикой Германии. Конструктивный, прагматичный, доверительный диалог между президентом, Шавкатом Мерзиёевым и федеральным канцлером Ангелой Меркель, обоюдное стремление расширять взаимовыгодное партнёрство, демонстрирует реальные практические результаты. Мощный темп взаимовыгодному партнёрству отмечает экспертное сообщество придал официальный визит президента Шавката Мерзиёева в Германию в январе 2019 года. Он, по сути, открыл новую страницу в развитии межгосударственных отношений. Высшее руководство ФРГ высоко оценивает проводимые по инициативе президента Узбекистана реформы, нацеленные на кардинальную модернизацию национальной экономики, диверсификацию отраслей, дальнейшую демократизацию общества. Приветствует новую региональную политику нашей страны по созданию в Центральной Азии атмосферы дружбы и взаимного доверия, интеграция региона в глобальную экономику. В рамках визита, напомним, достигнуты договорённости о реализации многомиллиардных проектов в партнёрстве с немецкими концернами мирового уровня, лидирующими в химической, строительной, энергетической, металлургической и пищевой отраслях. Обозначены новые векторы партнёрства в области науки и образования, расширения культурных связей и туристического обмена. Подписаны межправительственные и межведомственные документы в сферах экономики, торговли, финансов, образования, науки и инноваций. О входе проведённого в Берлине бизнес-форума скреплены подписями контракты и соглашения на более чем 8 миллиардов евро. Логическим продолжением январского исторического события в хронике взаимоотношений наших стран стал официальный визит президента Федеративной Республики Германия Франк-Вальтер Штанмайера в Узбекистан. Это ещё одно свидетельство твёрдого стремления стран наполнить партнёрство новым конкретным содержанием. Потому детально рассмотрены в ходе майской встречи на высшем уровне практически все направления двустороннего сотрудничества. Политический диалог, межпарламентские связи, торгово-экономическое, вестиционное, культурно-гуманитарное взаимодействие. Определены приоритетные направления и задачи на перспективу. Федеральный президент на полях переговоров высоко оценивает перспективы инициированных руководителем нашей страны реформ, мощную динамику, приданную двухсторонним отношениям этими преобразованиями. Этот визит, уверена германская сторона, является выражением полной поддержки новой политики в Узбекистане. Да, сегодня Германия, являясь одной из ведущих мировых держав, уверенно занимает лидирующие позиции в разных отраслях и сферах глобальной экономики, как признанный промышленный и технологический флагман. Кроме того, германская сторона активно участвует в продвижении международных инициатив по преодолению последствий пандемии, оказывая большую практическую помощь странам мира, в том числе и Узбекистану. В частности, при содействии Германии по линии инициативы Ковакс до конца месяца в нашу страну поступит первая крупная партия вакцин от коронавируса. Кроме того, установлено тесное взаимодействие с Институтом Роберта Коха, авторитетным европейским научно-исследовательским центром в сфере изучения инфекционных заболеваний. В повестку дня нынешнего саммита лидеров Узбекистана и Германии вошли вопросы дальнейшего расширения многопланового сотрудничества между странами в условиях усиления кризисных явлений в мире, вызванных непростой эпидемиологической ситуацией. Президент Узбекистана и канцлер Германии с глубоким удовлетворением отметили, что совместная реализация договоренностей, достигнутых в ходе встреч на высшем уровне в городе Берлине два года назад обеспечивает устойчивую динамику развития двусторонних отношений. Уважаемый госпожа федеральный канцлер, я искренне вас благодарю за поддержку предложения по проведению настоящего саммита. С большой теплотой вспоминаю оказанное вами гостеприимство и наш открытый и доверительный разговор. Конечно, прошло два года нашей встречи, но многое сделано в Узбекистане. Но я думаю, что при вашей личной поддержке открыт новый этап узбекско-германских отношений. Он на самом деле новый. У нас многое активизировалось между нашими странами. Если говорить о цифрах, за два года сто взаимных визитов. Такого у нас в истории не было. В мае 2019 году состоялся успешный официальный визит президента Штаймайера в Узбекистан. Я хочу особо подчеркнуть, что Германия – это наш надежный, важный и долгосрочный партнер. Высоко ценю и дорожу личной вашей поддержкой. Решительно продолжаем необратимые реформы, нацелены на построение нового демократического Узбекистана, повышение уровня и качества жизни населения, особенно сельской местности. Хочу также вам выразить глубокую благодарность за содействие Германии в борьбе с пандемией. Полностью согласен с вами. Борьба с COVID – это глобальная задача. И на этот вызов государство может эффективно ответить только сообща. В этом месте в рамках вашего содействия по линии инициативы COVAX в нашу страну поступит вакцина Астрозенека. Я хочу особо вам выразить благодарность, что помогают специалисты института Роберта Коха. Мы уже проводим испытания вакцины. С апреля планируем массовую вакцинацию нашего населения. Что касается наших экономических связей, то, несмотря на непростые условия пандемии, сохранился объем. Такого никогда не было. У нас в 2020 году 800 миллионов евро. Это очень хороший показатель. Потому что мы за несколько лет товарооборот в полтора раза увеличился. И за два года в нашей стране создано 49 совместных предприятий. В прошлом году объем освоенных инвестиций в экономику Узбекистана составил около 700 миллионов евро. Это для нас год пандемии очень большой показатель. Вот три дня назад состоялся в Узбекции германский круглый стол с участием 60 компаний Германии. Мы с начала марта возобновили авиасообщение между нашими странами. Продолжаются активные культурно-гуманитарные обмены. Совместными усилиями мы вместе эффективно противодействуем последствиям пандемии. Подчеркну, что Узбекистан твердо привержен развитию полномасштабного сотрудничества с Германией. Уважаемый господин президент, развитие наших отношений мы оцениваем как позитивное. За дни вашего визита многое удалось добыться. И причина и в том, что вы начали очень много реформ в вашей стране. И мы, конечно, понимаем, что это не всегда легко, особенно в этом регионе, и что это мужественный путь. Мы убеждены, что укрепление правового государства является фундаментом для развития. И что голос гражданского общества может привести к большей эффективности и к развитию страны в целом. Мы очень положительно оцениваем развитие в вашей стране. Нам очень приятно, что очень много людей проявляют интерес к немецкому языку, что ГУТИ-институт пользуется большим спросом. 400 тысяч учащихся немецкого языка. Это очень хорошо. И мне кажется, что и сотрудничество между университетами это очень хорошее дело, потому что это поддерживает человеческие контакты и между нашими гражданскими обществами. Мы поздравляем вас с избранием в Совет по правам человека на следующие два года. И хотели бы поблагодарить вас за то, что вы намереваетесь поддерживать нашу кандидатуру в Совет безопасности в 27-28 годы. Спасибо за вашу поддержку. Улучились и развивались и экономические связи, и наши экономические круги уже выиграют от ваших реформ. Наши предприятия очень заинтересованы в сотрудничестве с Успекистаном. Мы очень довольны тем, что вы обращаете ваше внимание не только на собственную страну, но и на соседей, что вы укрепляете ваши связи в регионе. И у нас есть этот проект «Целенная Центральная Азия», в рамках которого мы хотим подключить и другие центрально-азиатские страны. И еще нам очень приятно, что вы занимаетесь и отношениями с Афганистаном. Мне было очень приятно сегодня иметь личный контакт. Видеоконференция все-таки лучше, чем по телефону говорить, мне кажется. И поэтому желаю вам всего-сего хорошего и больших успехов. Особое внимание было уделено вопросам экономического взаимодействия. Германия традиционно является ключевым технологическим и инвестиционным партнером Узбекистана. За последние годы товароборот вырос в полтора раза. Создано порядка 50 новых совместных предприятий. В Узбекистане активно работают такие известные немецкие компании, как MAN, Klass, Knauf, Papenburg. Впервые на рынок вышли Volkswagen и Wiesmann. После долгого перерыва вернулись Siemens и Bosch. В прошлом году объем инвестиций компаний Германии в экономику нашей страны превысил 700 миллионов долларов. На встрече достигнута договоренность о поддержке совместных проектов, деловых контактов и инициатив, а также расширении деятельности ведущих немецких компаний и банковских институтов в Узбекистане. На мае этого года запланировано проведение очередной встречи Узбекско-германского делового совета в целях обсуждения новых направлений кооперации. Прежде всего, в сфере развития индустриальных кластеров, цифровизации и зеленой экономики, продвижения проектов в области возобновляемой энергетики. Условлено о продолжении взаимодействия в вопросах вступления нашей страны во всемирную торговую организацию, а также в рамках конструктивного диалога с Европейским Союзом, включая скорейшее завершение подготовки соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве. Подчеркнута важность углубления сотрудничества по таким приоритетным направлениям, как обеспечение прав и свобод человека, борьба с коррупцией и гендерное равенство. В сфере гуманитарного обмена поддержана инициатива о расширении изучения немецкого языка в Узбекистане и принятии соответствующей государственной программы. Президент Узбекистана и канцлер Германии также обменялись мнениями по актуальной международной повестке и взаимодействию в рамках глобальных и региональных структур. Поддержана политика нашей страны по укреплению отношений дружбы, добрососедства, доверия и партнерства в Центральной Азии. Высоко оценены усилия по содействию мирному процессу в Афганистане, продвижению в этих целях региональных инфраструктурных проектов в сфере транспорта и энергетики. В завершении переговоров президент Шавкат Мерзиёев пригласил федерального канцлера Ангелю Меркель посетить республику Узбекистан. Встреча лидеров Узбекистана и Германии прошла в традиционно открытой, конструктивной, деловой и дружественной атмосфере. За последние годы двусторонние узбекско-германские отношения достигли качественного нового уровня. После 2016 года, с началом широкомасштабных реформ республики Узбекистан, отношения приобрели особый характер. Во многом сблизились позиции наших государств по вопросам внутреннего строительства, основным принципам общественного развития. Надо сказать, что Германия всегда поддерживала программу реформ, инициированных президентом Шавкат Мерзиаевым. В ходе сегодняшней беседы госпожа Меркель особо отметила, что Германия высоко оценивает ход реформ, и считает Узбекистан лидером процесса реформ не только в регионе Центральной Азии, но и в более широком контексте. Особо было отмечено внимание к гендерным вопросам. И это примечательно, что канцлер, женщина, руководитель одного из крупнейших европейских государств сказала так, что нам следует поучиться тому вниманию, которое Узбекистан уделяет гендерному вопросу, гендерному равенству правам женщин в Узбекистане. Особо было подчеркнуто успехи Узбекистана в искоренении принудительного труда, в экономическом реформировании, что, конечно же, предопределяет возрастающий интерес со стороны германского бизнеса к Республике Узбекистан. Сегодня в ходе беседы обе стороны подтвердили стремление, заинтересованность и готовность увеличивать присутствие брендовых немецких компаний в Республике Узбекистан во всех сферах. В этом контексте немецкая сторона, руководитель Германии, высоко оценила роль Узбекистана в интеграционных процессах расширения сотрудничества стран Центрального Азии, которая превращает наш регион в большой, емкий рынок, привлекательный для крупного иностранного капитала. И примечательно, что была высказана очень однозначная поддержка усилием Узбекистана по вовлечению Афганистана в сотрудничество со странами Центральной Азии, в том числе по возведению инфраструктурных проектов. Руководство Германии подтвердило свою заинтересованность и намерение присутствовать в миротворческих процессах в Афганистане, а также в строительстве или реализации проектов трансафганского транспортного коридора. Обе стороны хорошо осознают роль парламентской дипломатии в современном мире. Для Узбекистана представляет особый интерес германский опыт строительства социальной рыночной экономики. Это особый путь, который предполагает активную роль правительства в экономических процессах и в проведении проактивной социальной политики. Это то, что отвечает нашим интересам. В целом надо отметить, что сегодняшний диалог был исключительно конструктивным. Это был диалог двух лидеров, имеющих очень тесное личное взаимопонимание, доверие. Без всякого сомнения, сегодняшний онлайн-саммит приведет к дальнейшему углублению двухсторонних отношений между нашей страной и ведущей страной европейского континента, Федеративной Республики Германии. Сегодняшний саммит стал продолжением встречи между лидерами двух стран, которая состоялась примерно два года назад. Сотрудничество между Германией и Узбекистаном во многих сферах приобрело новую динамику. На сегодняшней встрече были затронуты последствия пандемии коронавируса на фоне регионального сотрудничества. Конечно же, мы были обеспокоены тем, как пандемия отразится на наших двухсторонних отношениях, которые перешли на новый уровень благодаря реформам, выдвинутым президентом Шавкатом Мерзьёевым за последние годы. В сфере здравоохранения мы обмениваемся опытом. Что касается других направлений, таких как экономика, мы не переставали двигаться вперед. Буквально пару дней назад Министерство инновационного развития Узбекистана и представители нескольких компаний встретились по виде конференц-связи с германскими бизнес-кругами. Это также было отмечено в ходе диалога между канцлером ФРГ и президентом Узбекистана. Отмечалось, германские компании заинтересованы в налаживании сотрудничества. Было подчеркнуто также, что расширение партнерства с Культурным центром Германии, Институтом Геота и немецкой службой академических обменов является важным шагом в двухсторонних отношениях. Также канцлер выразила поддержку и в вопросах женщин в Узбекистане, улучшение взаимодействия со всемирной торговой организацией. В целом, лидеры двух государств выразили готовность к использованию всех возможностей для дальнейшего углубления взаимосвязей не только с Германией, но и с другими европейскими странами. Состоявшийся сегодня саммит руководителей Республики Узбекистан и Германии отдельно затронут темы инвестиционного сотрудничества, реализация проектов путем создания индустриальных кластеров, внедрения цифровых технологий в отрасли экономики. И здесь следует отметить, что немецкие технологии успешно внедряются в реализованные недавно проекты химической промышленности, которые действительно показали свою надежность, энергоэффективность. И более того, в связи с принятием постановления президента по дальнейшему развитию химической промышленности, предусматривается создание кластеров, где предусматривается интеграция различных проектов по глубокой переработке наших минерально-серевых ресурсов. И здесь мы рассматриваем немецкие компании, привлечение немецких технологий как приоритетно. И уже ведется активная работа по данному направлению. Немецкая медицина считается одной из лучших в мире для системы здравоохранения Узбекистана. Представляет большой интерес сотрудничать с нашими немецкими коллегами. И состоявшийся сегодня саммит на онлайн-режиме дает большой толчок в развитии этого сотрудничества. На саммите было особенно отмечено сотрудничество в области борьбы с COVID, пандемией COVID. Вы знаете, что в прошлом году в этом плане сделано много работ. В том числе были несколько делегаций немецких специалистов, которые работали в наших инфекционных больницах, совместно с нашими сотрудниками. И это, безусловно, дало свой положительный результат. Я должен сказать, это сотрудничество продолжается. Сотрудники всемирно известного центра инфекционной болезни именно Роберта Коха в Берлине, они держат связь. И буквально к концу этого месяца ожидается приезд очередной делегации, которой с собой привезут самый современный робот-симулятор, который позволяет непосредственно осматривать, обследовать больного, который управляется непосредственно со стороны наших немецких коллег. И это поднимет на новый уровень проводимых онлайн-консультаций. Еще одно направление сотрудничества, которое было договорено на саммите руководителей наших стран, это сотрудничество в области медицинского образования. Несколько наших медицинских вузов имеет связи с медицинскими университетами Германии в городе Дрездене, Лепсике. И это сотрудничество также будет продолжаться. Я думаю, состоявший сегодня саммит между уважаемым президентом Узбекистана и госпожой Ангелой Меркел поднимет на новый уровень сотрудничества между двумя странами в области здравоохранения. Нынешний уровень взаимодействия нашей страны с Германией, являющейся одной из крупнейших экономик мира и играющей лидирующей роль в мировой политике, во многом обусловлен признанием и поддержкой официальным Берлином, проводимым в Узбекистане масштабных реформ и нового внешнеполитического курса. Свидетельством этого является существенный рост немецких инвестиций в экономику республики. К примеру, если в прошлом году было освоено 700 миллионов долларов США немецких инвестиций, то в текущем году планируется довести этот показатель до 1 миллиарда долларов США. В 2020 году, несмотря на пандемию, в Узбекистане открыли свои представительства немецкий банк развития КФФ, союз торгово-промышленных палат Германии, объединение малого и среднего бизнеса. Это свидетельствует о росте интереса немецкого бизнеса к нашей стране. Немецкая сторона позитивно оценивает достигнутые в нашей республике за последние годы и успехи вопросов демократизации общества, германного равенства, искоренения детского и пронудительного труда. Положительные оценки немецких экспертов удостоились процесса либерализации экономики, особенно реформа аграрного сектора, внедрение кластерной системы сельхозпроизводства. Германия также признает важную роль Узбекистана в центрально-азиатском регионе, усилия руководства Республики по содействию мирным процессу в Афганистане и развитию международных транспортных коридоров. Мы ощущаем твердую поддержку наших немецких партнеров в вопрос укрепления сотрудничества между Узбекистаном и Европейским Союзом, а также в рамках международных организаций. На фоне осуществляемого в Узбекистане процесса реформ, наша республика выбрана в качестве единственной страны партнеров в центрально-азиатском регионе в рамках политики ФРГ по содействию международному развитию. Узбекистан также является активным участником и важным партнером немецкой инициативы «Зеленая Центральная Азия». И нет сомнений, что сегодняшний саммит лидеров Узбекистана и Германии послужит дальнейшим укреплением взаимопонимания, а обеспечение реализации достигнутых в ее ходе договоренностей и будет служить во благо народов наших стран.